Первое событие новой недели – поздравление. Мэр Анапы Сергей Сергеев поздравил своего заместителя Юрия Полякова с днём рождения. С днём рождения! Далее планёрное совещание прошло строго по плану, чётко. Отчитался о происшествиях начальника отдела МВД по городу Андрей Терёхин. С началом лета самые активные грабители и воры работают на пляжах, маршрутках и в гостиничных номерах. 32 нарушения на потребительском рынке. У торговцев изъяли почти 700 литров алкоголя. С начала сезона – более 4 тысяч. На особым контроле – вопрос о мигрантах и гастарбайтерах. На учёте 518 иностранцев, 129 – из Армении, родственники анапчан. 110 белорусов приехали подработать в сезон. 90 человек – из Узбекистана. Зарегистрировали жители Ирландии, Греции и Словении. Специалисты миграционной службы подписали 187 разрешений на работу. Из них 165 – выходцам из Узбекистана. За нарушение пребывания в России и нелегальную работу 10 иностранцев уже депортировали. 13 запретили въезд в Россию. В течение недели проведены два расширенных рейдовых совместных мероприятия по объявлению пресечения нарушений в сфере миграционного законодательства. Это 3 июня 2013 года в селе Варваровка совместно с представителями казачества и 5 июня в селе Суцет совместно с Центром противодействия терроризму и экстремизму городного расистка. На планерке представили новых специалистов и руководителей городских служб. Татьяна Завизион с 9 июня назначена председателем Анапского терроризбиркома. Вице-мэр Светлана Яровая еще раз напомнила анапчанам играть по правилам, выгоднее для бизнеса и для совести. На прошлой неделе прошли аукционы по размещению торговых точек и туру инфоцентров. Прошлую неделю работал муниципальный семейный контроль с целью ликвидации несанкционированной торговли. В результате подготовлено и представлено в суд городской 29-ти словы заявления Сергея Павловича. Надеюсь, что мы введем сюда и традицию, когда на улицах города Анапы реализация или осуществление какой-либо деятельности будет происходить на основании соответствующих документов. Объезд пляжей, совещание с хозяевами маломерных судов и работа с ТОСовцами по установке новых аншлагов. Вице-мэр Юрий Поляков дал поручение, назвал конкретные сроки исполнения. В Анапе в 46 здравницах отдыхают более 16 тысяч детей. Безопасность их отдыха на особом контроле. Не все руководители детских здравниц рады, что к ним на сезон направлены для работы сотрудники полиции. Нужно предоставить жилье, обеспечить питание. В учет почему-то не принимается, что полиция на территории здравницы – это защита от многих неприятностей. Мудрый руководитель, по словам мэра, тот, кто думает не о прибыли сегодня, а видит на несколько шагов вперед. К такому стандарту надо стремиться. Благодарности много не бывает. Заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко поблагодарила организаторов праздника «Открытие сезона-2013» и напомнила на этой неделе еще три – фестиваль «Жемчужина Анапы», «День России», «День медработника». И они должны пройти на таком же высоком уровне. Высокий результат показали и двое анапчан на ЕГЭ. 100 баллов из 100 возможных по русскому языку.